Это моя младшая дочь Анастасия. Ей 10 лет. И 8 лет назад мы с ней пришли в центр реабилитации. На стандартные вопросы, как жить, как быть, как научить, как существовать в нашем обществе, мы нашли 8 лет назад ответы в центре реабилитации, со специалистами центра реабилитации. По капельке мы собирали то, что мы сегодня умеем, навыки наших детей. Центр посещают дети с разными нозологиями, то есть разными потребностями. Некоторым нужно научиться простым навыкам – одеваться, самостоятельно кушать. И для этого они приходят на разные занятия, как лечебная гимнастика, физиопроцедуры. И покрутились в сторону. Раз. Подняли палку вверх. Раз. Молодцы. Ещё раз. Два. Присели. Старик, выталкивай, Дарин. Ну это я тебя подняла. А также с ними занимаются специалисты – психолог, логопед, социальный педагог. Как на групповых, так и индивидуальных занятиях. А самое главное – они общаются и дружат, помогают друг другу на занятиях и в жизни. Столкнувшись с такой трагедией в семье, родителям очень сложно принять диагноз своего ребёнка. Они даже в открытую не могут сказать это собственным родственникам. А уж куда обратиться, где их поймут, поддержат. Наш центр с первых минут знакомства с семьёй поддерживает их, окружает заботой и теплом. Родители также очень взаимодействуют друг с другом, помогают, поддерживают, как могут. Мы с вами сейчас возьмёмся за руки и сделаем круг, да, дружище, Богданчик, немножко. Можно вопрос, нанеси? Покажите свои улыбки. Настенька, давай друг другу улыбни. Ванечка, не надо качать. Улыбнёмся и подарим нам хорошее настроение. Но мы сегодня будем с вами делать вот такой вот дубовый листок, листик из солёного теста. Сейчас мы разминаем кулаками, качками вытягивай тесто, так оно у нас раскроет. Потом положи на ладошку и прижми. Обрезай, Ванечка, обрезай. Вот так сейчас покажу. Обрезаем и убираем те тесто, которое нам не нужно. И мы с вами организуем выставку наших листиков. Посмотрим, что они разного цвета. Наши дети очень талантливые. На нашем стенде вы можете увидеть их работы. Работы у нас тематические. Сейчас у нас тема осень. Дети у нас молодцы. Центр реабилитации объединяет не только наших детей, но и родителей, которые организовались и открыли общественную организацию роды на разом. И стали партнёрами для специалистов центра. Благодаря нашей организации в этом году детки оздоровились. 20 человек с мамами оздоровились в лагере «Красная воздика». Дважды водили деток благодаря спонсорам в кафе. И водим деточек наших в цирк при любой возможности, где дети принимают активное участие в выступлениях актёров. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Мы всегда рады помощи наших спонсоров и жителей города Бертянска. И принимаем это с благодарностью. Когда мы пришли первый раз в центр, меня встретил специалист. Это был логопед, который, улыбнувшись, произнёс, «О, Боже, какая красивая малышка к нам пришла в наш центр». Тем самым она расположила меня к себе, и я поняла, что здесь мне помогут. Мы станем счастливыми, и мы не боимся, как воспримет нас окружающий мир. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить, чтобы просто любить всех, кто живёт с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду, спящей вишней. Что по весне рассветить, что по весне рассветить дерево для новой жизни.